Враги, с которыми мы сталкиваемся, часть первая, структура сатанинского царства. Это первая из четырех последовательных бесед на тему враги, с которыми мы сталкиваемся. Я полагаю, что те из вас, кто преданы Иисусу и собрались здесь сегодня вечером, понимают, что мы сталкиваемся с врагами. Очень опасно, когда против тебя выступают сильные и активные враги, и ты даже не осознаешь, что у тебя есть эти враги. Наши враги — это не люди во плоти и крови, а невидимые духовные существа. В наших беседах мы затронем такие вещи, которые неразличимы при помощи человеческих органов чувств. В Библии идет речь о том, чего не видел глаз, не слышало уха и не приходило на сердце человеку, о вещах, которые невидимы и духовные. То, о чем мы будем говорить, можно понять только с помощью писания, другого источника, надежной информации. Нет. Многим людям кажется, как я думаю, что то, что мы видим, осязаем, слышим и пробуем, это истинно реальные вещи. Фактически, за все века истории философы пришли к выводу, что на самом деле они нереальны, они временны, они непостоянны, и очень часто они обманчивы. Нельзя полагаться на свои чувства. Удивительно, как много философов за всю историю пришли к этому выводу. Библия говорит то же самое. Павел говорит, что видимое временно, невидимое вечно. Другими словами, явления мира чувств только временными, они реальны только частично, они не вечны. Но явления духовного мира, которые мы не видим, которые мы не можем воспринять своими органами чувств, эти явления, истинно реальны. Они пребывают вечно. И когда мы касаемся этой темы, нам нужно подгонять свой ум и говорить самим себе, «Я не стану ограничивать себя тем, что я вижу, и осязаю, и слышу, и пробую, но я открою свое сердце и ум для того откровения, которое Святой Дух дает мне в Писании, о тех вещах, которые относятся к иному миру». Павел молился об истецких христианах, чтобы Бог дал им Духа премудрости и откровения в познании Его. И сегодня я молюсь, чтобы Бог дал и нам Духа премудрости и откровения по мере того, как мы будем открывать в свое сердце Его Слову, потому что мы сталкиваемся с тем, что познается только через откровение. По сути, мы будем разбираться с двумя царствами, двумя противоположными царствами, которые воюют друг с другом. Но это не единственные царства, такие, как Великобритания и Швеция или другие народы, но это невидимые духовные царства. Одно – это царство Божие, а другое – сатанинское царство. Я бы хотела начать с чтения главы 12 от Матфея, только два стиха, 26 и 28. Харисеи обвиняли Иисуса в том, что Он изгоняет бесов из-за того, что Он в союзе с бесовским князем, которого зовут Вильзиву. Он же указал им, что это очень нелогичное объяснение, и совсем не истинно. Указывая им, Он сказал две вещи. Прежде всего, стих 26. «И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с Собою. Как же устоит царство Его?» Итак, у сатаны есть царство, как об этом и говорит сам Иисус. То, что многим христианам это трудно понять, но об этом говорится совершенно ясно. А затем двумя стихами ниже Иисус говорит, «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Вот другое царство – Царство Божие. Итак, существует два невидимых духовных царства – Царство Божие и Царство Сатаны. И Иисус подчеркнул, что в Его служении есть один конкретный аспект, который выявляет эти два царства, и это изгонение бесов, его силой и его властью. Бесы, невидимые духовные существа, представляют Царство Сатаны. Иисус и Его слуги, которые несут Его служение, представляют Царство Божие. И в изгонении бесов открыто проявляется конфликт Царства Божия и Царства Сатаны. Тот факт, что Иисус и Его слуги могут изгонять сатанинских бесов, также является убедительным свидетельством того, что Царство Божие намного сильнее, чем Царство Сатаны. Лично я думаю, что именно поэтому Сатана так ненавидит служение освобождению, потому что оно выводит на свет такие вещи, которые ему бы хотелось держать в тайне. А также служение освобождения оказывает, что Иисус сильнее всего Его Царства. В этой беседе я хочу поговорить о природе и структуре сатанинского Царства. И мы обратимся к Эфесянам, глава 6 стих 12, который, как я думаю, является главным стихом, где это указывается. И снова я хочу напомнить вам, что мы говорим о том, что не воспринимается органами чувств. Я буду читать из «Эфесян», это глава 6 стих 12, «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века всего, против духов злобы поднебесных». Поднебесные духи, злобы, это злые духи поднебесия. Кто-то сказал, что церковь в основном неправильно ставила точки припинания в этом стихе так, «наша брань не против», точка. То есть у нас нет борьбы. Но не об этом идет речь. Я хочу дать вам свой собственный перевод этого стиха. Я изучал древнегреческий с 10 лет и имею право преподавать его на университетском уровне. Я говорю это не с целью похвалить, но, по крайней мере, это оказывает, что я имею право на собственное мнение. Я не говорю, что я прав, но я кое-что могу утверждать. Я хочу начать с перевода живой библии, где сказано, «наша борьба не против существ с телами». Я думаю, это очень ярко. Очень важно понять, что мы имеем дело с существами. До тех пор, пока мы не поймем это, мы будем как боксеры с завязанными глазами. Мы имеем дело с личностями, но это личности без тел, духовные существа. Итак, продолжим. Ибо наша борьба, снова я хочу указать, что это очень интенсивный конфликт. Я думаю, обо всех формах межличностных конфликтов. И борьба – это самая интенсивная форма столкновения. Это полное противопоставление. Павел не случайно использует эту фразу для описания нашей борьбы против сатанинского царства. Это самое настоящее сражение. Наша борьба не против существ с телами, но против царствующих на различных участках и с нисходящими уровнями власти, против доминирующих миротравителей нынешней тьмы, против духов злобы в Поднебесье. Вот что я хочу вам подчеркнуть. Сатанинское царство – не джунгли. Это высокоорганизованное царство, и это не его собственная заслуга. Потому что, как я верю, он был, и я скажу об этом чуть позже, он был одним из самых главных ангелов, отвечающим за большое количество ангелов. И как таковому ему была дана божественно-организационная система. А когда он сбунтовался против Бога и повел за собой других ангелов, то он просто перенял ту систему и обратил ее против Бога. Поэтому и не думайте, что у него нет высокоорганизованного царства. Это, как я уже сказал, не его заслуга, это заслуга Бога. Но давайте примем во внимание тот факт, что он не простак. Это очень коварное, сильное и злое существо. Давайте кратко остановимся на этом расширенном варианте перевода, который я вам прочитал. Против царствующих. Я употребляю царствующие, потому что греческое слово абстрактное. Это не начальники, хотя так говорят почти все современные переводы. Это царствующие. В сатанинском царстве существует определенный уровень духовной власти, который является уровнем царствования. А этим царям подчиняются начальники-подчиненные с различными участками власти. А этим, в свою очередь, подчиняются начальники ранга поменьше, с более ограниченными участками власти. И так, у одного царствующего большой участок власти. Ему подчиняются меньшие начальники, у каждого из которых более маленький участок власти. Этим, в свою очередь, подчиняются меньшие начальники с еще более ограниченной власти. Это первая картина. И чуть позже, обратившись к Ветхому Завету, я приведу вам очень ясные примеры того, как это действует. А затем в нашем тексте сказано против доминирующих мироправителей нынешней тьмы. Я сознательно избрал слово «доминирующие правители», потому что оно очень точно отражает сатанинский характер. Бог никогда не доминирует. Там, где вы встречаетесь с доминацией, за этим стоит нечто сатанинское. А стремлением, желанием и стратегией сатаны является господством, доминацией над всем миром. Но он может доминировать только с помощью системы тьмы. Видите ли, Царство Божие — это Царство Света. Сатанинское Царство — это Царство Тьмы. Те, кто в Царстве Божием, знают, кому они служат. И довольно-таки ясно видят, что они делают. Те, кто в сатанинском Царстве, большинство из них даже не знают, кому они служат, и не знать, что они делают. И третья фраза — «Против духов злобы поднебесья». Вся армия злых, сильных, сбунтовавшихся духовных существ в той сфере, которая названа поднебесье. В Церкви была принята такая точка зрения, что сатана находится в аду. Большинство людей именно так и думают. Вот мой комментарий на это. Хорошо, если бы это так и было. Но это не так. И Писание не дает никакого повода для такого утверждения. Мы еще вернемся к этому. Но давайте кратко рассмотрим, как произошло сатанинское Царство. Давайте обратимся к Исайе, глава 14, и прочитаем несколько стихов оттуда. В этих стихах речь идет о существе, которого зовут Люцифер. Слово «Люцифер» означает «тот, кто приносит свет», «сияющее существо». Еврейское слово «Хелел» означает «утренняя звезда». В любом случае, какое слово вы бы не использовали, оно означает «очень-очень яркое, сияющее, славное существо». И я считаю, что он был тем, что называется архангелом. Слово «архе», которое греческого происхождения означает «правящий». Итак, архангел — это правящий ангел, тот ангел, который правит над другими ангелами. Этот же греческий корень встречается в слове «архиепископ». Архиепископ — это такой епископ, который правит над другими епископами. И вот картина одного из главных архангелов среди Божьего небесного воинства. Его звали Люцифер. Его звали так потому, что он был очень великолепен и очень красив, но он совершил печальную ошибку. Он взболтовался против своего Творца и попытался сравняться с Богом. Очень интересно, что у нас есть сравнение Люцифера с одной стороны и Иисуса с другой стороны. Люцифер был сотворенным существом, неравным Богу. Он попытался стать равным Богу и пал. Об Иисусе сказано в филипийцах, глава вторая. Он не делал скидок на свое равенство с Богом. У него было божественное право равенства, но он смирил себя, и Бог возвысил. Теперь давайте посмотрим на образ из Исайи. Начинаем. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, утренняя звезда, разбился о землю, попиравшей народу. Теперь посмотрим, каковы были мотивы мятежа Люцифера. В последующих стихах это сплошное употребление первого лица. Я сделаю то-то и то-то. Иными словами, свои воли это воля сотворенного существа, направленная против воли Божией. И ключевое слово «бунт». А говорил в сердце своем. Помните, что Бог знает, что мы сказали в своем сердце. Ты говорил в своем сердце. Зайду на небо, высшие звезды Божьи, вознесу престол Моя и сяду на горе сонный богов на краю севера. Взойду на высоты облачные во всем этом стремлении к возвышению. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Всевышний – всемогущий Бог. Также это слово означает «я буду равен Богу». Итак, амбиции сатаны было возвышение до положения равенства с Богом. Он был настолько мудр и красив и восхитительен, что сказал самому себе, «я могу быть как Бог». По моему личному мнению, и это просто мое мнение, Он отстроил тех ангелов, которые были у Него в подчинении, чтобы они присоединились к Нему в Его мятеже. И мне представляется, если только мы можем представить, что это могло произойти на небе, все это началось на небе. Верите Вы этому или нет? Но началось это на небе. Представляю себе, как Он подходил к тем ангелам, которые были у Него в подчинении, и говорил им, «Вы действительно талантливы. Вы не обочаянно одарены. Бог не цепит Ваших дарований. Но если бы я заправлял, то я бы дал Вам то положение, которое Вы действительно заслуживаете. И очевидно, и я просто дорисовываю картину. Не обязательно, что это все было именно так. Но Ему удалось убедить треть ангелов нарушить верность Богу и присоединиться к Нему в Его мятеже и в Его падении. И Бог говорит, «Но Ты низвержен в Вад в глубины преисподней». Давайте также посмотрим на то, что сказано у Езекииля 28-й в главе, где нарисована еще одна картина этого примечательного существа. Эта глава состоит из двух частей. И обе они — это плач или выражение горя. Первая — о начальствующем в тире, вторая — о царе Тирском. Если вы детально изучите эту главу, на что нет времени у нас сейчас, то вы обнаружите, что начальствующий в тире — это человеческое существо. Очень ясно сказано, что он был человек, хотя и претендовал на божественность. С другой стороны, читая описание царя Тирского, мы видим, что это не человеческое существо. И мы получаем небольшое представление о том, как действует сатанинское царство. Вот человеческий правитель, начальствующий в тире, но за ним в невидимой сфере мы видим сатанинского правителя, царя Тир. И в некотором смысле человеческий правитель — просто марионетка, которую дергает за веревки невидимый диктатор. Когда мы начинаем видеть эти истины, история и политика приобретают иной смысл. я думаю, что многие-многие так называемые великие мужи истории были просто сатанинскими марионетками, которыми управляли при помощи невидимых нитей и сатанинского царства. Но посмотрим, что говорит Слово Божие об этом втором существе, начиная с Изеркирия 28 глава «Ты печаль совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в Саду Божием. Одежды твои были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, онник, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Совершенно великолепное, блистательное существо. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебя приготовлено было в день сотворения твоего». В последней фразе в оригинале употреблены слова тамбурины и трубы. Люцифер отвечал за музыкальное служение на небе. Думаю, что важно знать, что сатана на сегодняшний день знает о музыке многое и использует музыку как одно из средств пленения людей. Итак, продолжим стихом 14. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». Осенять что? Трон Божий. Видите ли, из Писания ясно, что есть такой херувим или херувимы, которые своими распростертыми крыльями осеняют престол самого Бога? Какое положение чести и славы? «И я поставил тебя на то». Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершенен был в путях твоих, со дня сотворения твоего. Бог напоминает ему, ты был сотворен, ты не Бог. Ты сотворенное существо, доколе не нашлось тебе беззакония. Я предпочитаю слово «мятеж». Пока ты не стал мятежником. И затем читаем в стихе 16. «От обширности торговли твоей то же самое слово употреблено в притчах о сплетнике. Говорится о торговце, потому что торговец ходит туда-сюда и представляет свои товары и продает их. Но также это слово используется для обозначения сплетника, потому что сплетник ходит туда-сюда и продает сплетник. Вот почему я предполагаю, что сатана просто ходил и говорил своим ангелам «Глянь, если бы я занимал вот это такое положение, то твоим талантом действительно нашлось бы применение. Я бы продвинул тебя. Ты бы имел ту власть, которую действительно заслуживаешь. И так так я считаю. Но скажем, от обширности твоих манипуляций, твоих интриг, твоего коварства, внутренне твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувимый синяющий, из среды огнистых камней. Обратите внимание на фразу «и я изгнал». Это суд Божий над мятежником. И затем мы видим истинные мотивы сатаны или Люцифера. Давайте называть ее Люцифером, пока он не станет сатаной. Стих 17. От красоты твоей возгордело сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Что мотивировало сатану в первую очередь? Какой был первый грех? Гордыня. Мы всегда должны помнить об этом. Первый грех во Вселенной произошел на небе, не на земле. Это было не пьянство, не прелюбодеяние, даже не ложь. Это была гордыня. И поверьте мне, это и сегодня самый смертельный и опасный из всех грехов. И многие члены Церкви, которые не прелюбодействуют и не упиваются. Но они очень легко впадают в гордыню и даже не понимают, насколько это опасно. Теперь я хочу разобраться с тем вопросом, который волнует многих. Люди говорят, если сатана изгнан с неба, то как же он все еще на небесах? Ответ очень прост. Небес, под небес оно не одно. Небеса это множественное число. В первом стихе Библии небеса употреблены во множественном числе. Вначале Бог сотворил небеса, множественное число, и землю единственное число. По всей Библии слово небеса употребляет во множественном числе. Мы прочитаем два места из Писания. Во втором Коринфианам, глава 12, стих 2. Павел говорит о тех, кто имел примечательные сверхъестественные переживания. Он говорит, знаю человека во Христе, который назад, тому 14 лет, в теле или не знаю, в ней или тело, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. До того, как я стал проповедником, я был логиком. Кто-то, когда-то не расслышал и подумал, что я был магом, очень близки на английском, но это не так. И до сих пор логика во мне, и мой логический ум говорит мне, если есть третье небо, то должно быть первое и второе. Нельзя иметь третье небо без двух предыдущих. И если есть третье небо, как говорит Павел, то должно быть по крайней мере три неба. Небеса множеств величественных. Еще одно место из Писания, это Кофистианам, глава 4, стихи 9 и 10. Речь идет о том, как произошло между смертью Иисуса на Христе и Его воскресением и восхождением. И вошел, что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в происходние места земли. Речь идет об Иисусе. Несшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Обратите внимание на фразу «все небеса». Опять-таки, неправильно было бы употребить слово «все», если бы речь шла менее чем о трех. Три — это минимум. Много лет тому назад, когда я был директором колледжа подготовки учителей в Кении, один из моих студентов африквандцев подошел ко мне и сказал «Все мои родители приехали навестить меня». И я сказал «Я понимаю, что ты имеешь в виду, но по-английски нельзя употреблять «все», если их только двое, должно быть по крайней мере три». И когда Павел говорит «Иисус вошел превыше всех небес», то речь идет по крайней мере о трех. Лично я думаю, что их три. Это мое личное мнение. Иногда можно слышать, как люди говорят «Сегодня не так уж часто. Я побывал на седьмом небе». Я бы посоветовала так не говорить. Насколько я понимаю, это фраза из Корана, книги ислама. И я думаю, что по Библии нет никакого основания насчитывать более трех небес. Поэтому, если вы действительно счастливы, то можно сказать «Я побывал на девятом облаке». Потому что в Библии сказано, что облаков много. Теперь я предлагаю вам свое мнение. Мне это кажется очень вероятным. Вы можете этому не верить. Но я считаю, что третье небо, куда был восхищен Павел, это небо присутствия Божьего, Божье обитание. И там он слышал слова, неизреченные, слова самого Бога. Я склонен думать, что первое небо это то видимое небо, которое мы видим. Второе должно быть между первым и третьим. где-то между нашей планетой и небом Божьего присутствия есть еще одно небо. И опять-таки, это мое мнение. Думаю, что многое в Библии подтверждает это. Да и наш опыт тоже. Итак, между Наби и Богом находится сатанинское царство. Я думаю, что это объясняет многое в нашей жизни. Я думаю, что вы слышали выражение молиться преодолевая. Преодолевая что? Я знаю, что когда я впервые взыскал Господа, как человек Его не знавший, я пытался молиться целый час и не смог произнести ни слова. Я по-настоящему пытался. И наконец меня каким-то образом прорвало. Оглядываясь назад, я теперь понимаю, что тогда я преодолел сопротивление сатанинских сил, которые хотели помешать мне вступить в непосредственный контакт с Иисусом. То был поворотный пункт во всей моей жизни. Поэтому не смейтесь над пятидесятниками старой закалки, которые говорят о молитве преодоления. Некоторые из их методов кажутся неудобными, но в них есть зерно истины. Это часть нашей духовной борьбы. Я приведу вам несколько примеров, но думаю, что если вы начнете осознавать, что между Богом и вами есть вражеское царство, то ваш духовный опыт станет гораздо более осмысленным. Это научит вас молиться. Теперь я хочу обратиться к книге Даниила, где содержится много информации в этом вопросе. И я хочу рассмотреть тот случай из жизни Даниила, который, как мне кажется, иллюстрирует те принципы, которые я пытаюсь объяснить. Глава, которую я хочу рассмотреть, это глава десятая. И если вам действительно интересно, то самостоятельно, внимательно изучить эту главу. А сейчас, чтобы сохранить время, я не хочу читать всю главу, я просто напомню фон событий. В определенное время, когда Даниил был зрелым верующим, он решил попаститься 21 день, это 3 недели. Этот пост называется постом Даниила. Он воздерживался только от определенных видов пищи. Ел очень незамысловатую пищу, не пил вина или каких-то причудливых напитков. Об этом переводе говорится и, конечно, не ел десертов. Он серьезно искал перед Богом будущности своего народа, еврейского народа. Он молился целые 3 недели, и ничего не происходило. Видите ли, это иллюстрирует мою точку зрения. Ответ на его молитву пришел через великолепное, могучее небесное существо. Присутствие этого существа было настолько могучим, что те, кто были с Даниилом, в ужасе убежали. А Даниил совершенно лишился физической силы. Почти, как и он позднее, когда он увидел Иисуса после воскресения и вознесения, и упал к его ногам, как мертвый. Но этот ангел пришел с ответом на молитву Даниила. Его послал Бог. Вот что я хочу подчеркнуть. Ангел был послан в первый же день, когда Даниил начал молиться. Но прибыл он только три недели спустя, потому что по пути от престола Божия к Даниилу на земле он столкнулся сатанинским сопротивлением. Это сопротивление было не от человеческих существ. Никто из людей не смог бы противостоять такому ангелу. Это было не на земле. Это было не в Божьем присутствии на небе, но где-то между небом Божьим и землей. Я думаю, что это было на территории сатанинского царства. Другими словами, ангелу пришлось прорваться через сатанинское царство для того, чтобы сообщить то, с чем Бог послал его. И вот что он говорит. Он собирается говорить об определенных существах, одного из которых зовут князь царства персидского, других царей персидские. И позднее упоминает царя Греции. И смотрев, что вы поймете, что речь идет не о человеческих существах. Все это ангельские существа, ангелы сатаны, которые изо всех сил старались противостоять приходу ангела Божия к Даниилу. Позвольте мне указать на нечто потрясающее. Молитва Даниила привела в движение все небо. Она послала в путь ангела Божия и вызвала сопротивление ангелов сатаны. И Даниилу пришлось молиться преодолевая. Ему пришлось держаться 21 день, пока он не получил ответ. Поэтому, дорогие братья и сестры, иногда, когда вы молите, не получаете ответа, это не потому, что вы не за то молитесь. Фактически, это именно потому, что вы молитесь именно за то, что нужно. но есть сопротивление. И нашей задачей в течение этих бесед узнать, как преодолеть это сопротивление, как молиться, преодолевая, как прорваться, как одержать победу над этими силами. Но обратимся к тому, что ангел сказал Даниилу в стихах 12 и 13. Итак, Даниил 10. Но он, ангел, сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце свое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, как он смирил себя? Постом. Помните об этом. Пост это установленное средство нашего смирения пред Богом. С первого дня, как ты расположил сердце свое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои были услышаны. Я пришел по словам твоим, другими словами, Бог послал меня в первый же день, когда ты начал молиться. Почему же он не прибыл? Не потому, что ангелу нужен 21 день, чтобы добраться от престола Божья до земли. Это не причина. Итак, стих 13. кто этот князь царства персидского? Возможно, сатана, но, во всяком случае, это был сатанинский ангел, которого сатана поставил над персидской империей для сопротивления целям Божьим в персидской империи. Я остановлюсь на минуту, почему персидская империя была так важна в то время? Если вы изучите историю Израиля, то были четыре языческих империи, которые господствовали над израильским народом после того, как они сбунтовались против Бога и были высланы со своей собственной земли. Во-первых, это Вавилон, который пленил их, во-вторых, Миде и Персии, или просто Персии, доминирующиеся во время Даниила, в-треть, Греция и в-четвертых, Рим, и все цели Божьи для человечества были сосредоточены на еврейском народе, потому что только от евреев мог произойти Мессия, Спаситель, и по той причине, что цели Божьи сосредоточились на Израиле, также и сатанинское сопротивление сосредоточилось на Израиле, другими словами, когда вы в центре Божьего плана, то именно тогда у вас максимум сатанинского сопротивления. Важно учитывать это. Сатана пытался удержать израильский народ в рабстве и не допустить извращения на свою собственную землю. Даниил молился именно о возвращении Израиля на свою собственную землю, и князь сатаны царства Персидского противостоял ему. Ангел продолжает, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. Итак, этот ангел не мог управиться в одиночку. Это действительно захватывающая картина. И для чего пришел Михаил? Чем конкретно Михаил занимался среди архангелов? У него очень важное задание. Не закрывайте Даниила главу 10 и на минуту переверните к Даниилу 12 стих 1. И восстанет в то время Михаил, князь великий, то есть архангел, стоящий за сынов народа твоего. Кто такие сыны народа твоего, о которых сказано Даниилу? Конечно, евреи. Поэтому всякий раз, когда Михаил в центре событий будьте уверены, что в центре мировых событий истории находится еврейский народ, потому что его особым заданием является смотреть за ними, защищать их от попыток сатаны уничтожить их, а этих попыток, как мы знаем, было очень много. Возвращаясь к Даниилу, главе 10, стиху 13, ангел завершает такими словами, и я остался там при царях персидских. Цари это во множественном числе. Я думаю, что вопреки общепринятому мнению, князь был верховным правителем, а цари подчинялись ему. И так был один князь, а ему подчинялось некоторое количество царей. Вот почему я сказал, царствующие над различными участками и с нисходящими уровнями власти. Что за задачи стояли перед этими царями? Мы не имеем слова от Бога, но я лично верю, что, например, возьмите Великобританию. У сатаны есть царь над Великобританией, это мне всякого сомнения. Я в этом совершенно уверен. Этому царю подчиняются меньшие правители, которые, возможно, господствуют над главными городами Великобритании, как-то поведник по разным городам, я приучился на опыте настраивать свою антенну, когда я попадаю в какой-то город, чтобы различить, какая сатанинская сила конкретно правит именно этим городом. Затем в Персидском царстве было много народностей, и я склонен верить, что над каждой народностью есть сатанинская сила. И если я могу это сказать, никого не оскорбляю, это особенно очевидно в случае с американскими индейцами, это очень печально, потому что американские индейцы почти не ощутили всех тех духовных и материальных благословений, которые достались Америке. Они очень глубоко грязны в колдовстве. И я лично верю, что та конкретная сатанинская личность, которой было поручено удержать американских индейцев во тьме и рабстве. Эта личность преобладает и до сих пор. Мы могли бы перечислить и другие народности, но у нас нет времени. А затем, конечно, в Персидской империи было много разных религий, и я склонен думать, что над каждой религиозной группой или культом или сектой поставлен определенный правитель. Итак, ангелу Божию противостала целая группа сатанинских ангелов, мешая его приходу к Даниилу. Однако, когда пришел Михаил, этот ангел преодолел и принес свое сообщение Даниилу, но он сказал, я хочу сказать тебе, что случится, когда я вернусь. Продолжим. стихом 20-м книги Даниила, глава 10-я. И ангел сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. Другими словами, борьба с князем персидским не закончилась. Что бы произошло с персидской империей, если бы с князем персидским было покончено? Вероятнее всего, она бы рухнула, что и случилось позже. Но это была не последняя империя. И поэтому он говорит, а когда я выйду, то вот придет князь Греция, сатанинский правитель над следующей большой империей. При Александре Македонском греческая империя полностью сокрушила и нанесла поражение персидской империи и захватила господство над огромной территорией земной поверхности. за 10 лет Александр покорил народы от Греции на западе до Индии на востоке, включая территорию на южном побережье Средиземного моря, что было одним из величайших сражений в истории войны. Но была еще одна личность. За ним стоял князь. Я действительно склонен думать, что большинство мировых событий можно полностью объяснить таким образом. А затем он, ангел, говорит в стихе 21. Впрочем, я возвещу тебе, что начертан в истинном писании, другими словами, на самом деле я пришел рассказать тебе, что говорит Слово Божье. И об этом идет речь в следующей главе. Он говорит, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. И он продолжает в первом стихе следующей главы, которая является составной частью предыдущей. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпору и подкрепить. Дарий был первым медийским персидским правителем, который сокрушил Вавилонскую империю, захватил ее и установил свое господство. Дарий и Кир после него открыли путь для возвращения вереского народа на их землю. Так что, в некотором смысле, поражение Вавилона Дария было важнейшей духовной победой в плане Божия. И по этому поводу ангел сказал, я укрепил Дария. Опять-таки, мы видим, что человеческие правители и полководцы действуют не в вакууме и не сами по себе. За ними стоят невидимые ангельские силы, как божеские, так и сатанинские. ангелы Божьи ангелы Божьи укрепляют тех правителей и людей, которые продвигают цели Божьи на земле. Ангелы сатаны сопротивляются этим людям. Вот почему христиане должны молиться за правителей народов своих. Если это возможно, то они подавят деятельность сатанинских ангелов и высвободят деятельность ангелов Божьих. Но помните, что в этой конкретной ситуации ничего не случилось, пока Даниил не начал молиться. Думаю, что это откровение должно побуждать нас молиться. И мне кажется, хотя это и странно, что молитва Даниила была одной из тех сил, которые помогли ангелу Божию прорваться. Итак, братья и сестры, может быть, вы недооценивали, к чему могут привести наши молитвы? Так, сатана, упавший из состояния Люцифера, установил свое мятежное царство в Поднебесье и правит там с войском мятежных ангелов. Ключевым словом для описания сатаны и тех, кто с ним, это мятежник, мятеж против Бога. Также у сатаны есть, как выражаясь, более низкая прослойка его царства на земле. И опять-таки, ключевым словом для описания тех, кем он правит на земле, является слово мятежник. Это ясно из второй главы к официанам. Сейчас мы говорим не о сатанинском царстве в Поднебесье, но о тех, кем он управляет на земле. К официанам глава вторая, это адресовано христианам. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, он описывает, как люди живут до обращения и прихода к Богу, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Кто этот князь, господствующий в воздухе? Правильно, сатана. Духа, действующего ныне в сынах противления. Каким словом можно описать сынов противления? Мятежники. Правильно? Всякий бунт, всякий, кто бунтует против Бога, автоматически попадает под контроль сатаны. Понимаете? Просто ходить в церковь и распевать гимны недостаточно. Нужно отказаться от своего бунта против Бога и подчиниться Иисусу. Тогда и наступают перемены. Многие из тех, кто посещает церкви, все еще мятежники. И как таковых их контролирует сатана. В стихе третьем Павел продолжает, между которыми и мы все жили некогда. Кто из нас не согласится с этим? Я знаю одно, что так было у меня. У меня нет никаких сомнений о том, где я был, когда Господь нашел меня. Я был мятежником и в царстве мятежников. Я не знал об этом. Я думал, что я был очень умен, очень успешен. Я думал, что знаю ответы на все. до тех пор, пока я не начал читать Библию. И тогда я понял, что это не так. Я не могу останавливаться на этом. Но Павел сказал то, что хотел бы сказал я. Мы, апостолы, включая и меня, Павла, были все в той категории, витежниками, которыми манипулировал сатана через ту духовную силу, которую мы не понимали. Мы не знали, кто дергал за веревочки. Мы двигались так, как наши веревочки приводились в движение, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Обратите внимание, что это не только желание плоти, но и отчуждение нашего ума и его вражда против Бога до тех пор, пока мы не сдадимся. Интеллектуалы одни из самых ярких врагов Бога. И затем Павел говорит, мы были по природе чадами гнева, как и прочие. Итак, вот описание нижнего слоя сатанинского царства. Люди на земле, все люди-пунтовщики, независимо от их происхождения или церковных ярлыков, до тех пор, пока они действительно не издадутся Иисусу Христу, поставленному Богом правителем, они все мятежники, и сатана духовной силой контролирует их. Здесь есть очень интересная фраза, Павел говорит, «князь, господствующий в воздухе». Я не могу долго останавливаться на этом, но в греческом слове есть два слова для обозначения слова «воздух». Одно «аэр», откуда у нас корень «аэро», другое «аэтер», откуда у нас слово «эфир». Все дело в том, что «аэр» — это нижний слой атмосферы, соприкасающийся с землей, земной поверхностью. «Аэтер» — это выше, это более разряженный воздух. Как вы думаете, какое слово употреблено в нашем тексте? нижний слой, «аэр». Другими словами, сатана управляет поверхностью земли. Это его сфера. Есть много интересных предположений, потому что, когда придет Иисус, то сказано, что мы будем восхищены, чтобы встретиться с Ним в воздухе. В каком воздухе? В нижней атмосфере. Мы не можем останавливаться на этом. Об этом можно много теоретизироваться. Позвольте мне просто привести вам одно примечательное описание сатаны в книге Иова, глава 41. Вся эта глава посвящена существу по имени Левифиан, который является неким морским чудовищем. Мы совсем мало знаем о Левифиане, но, когда вы думаете, станет ли Библия, которая стоит экономно, посвящать целых 34 стиха просто некоему морскому чудовищу? Нет. Все дело в том, что Левифиан это прообраз или изображение сатаны. Внимательно изучите эту главу, и вы поймете это. Я просто хочу указать вам последнее предложение. Книга Иова, глава 41, стих 26. на все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Это сатана. Когда в сердце человека входит гордыня, то это именно то влияние, которое побудило сатану восстать, противник Бога, и гордыня подставляет нас под контроль сатанами. Не имеет значения то ли мы пятидесятники или баптисты или католики. Не в этом дело. Все дело в отношении нашего сердца к Богу. И до тех пор, пока наше сердце по-настоящему не подчинено Богу и капитулировало перед Ним через Иисуса Христа, мы можем пользоваться всевозможными красивыми фразами и претендовать на разные титулы. Но факт остается фактом, что мы в царстве вели Фиана, потому что он царь и от всеми сенами гордости. Сколько проповедей вы слышали против гордости? Вы можете не отвечать на этот вопрос. В основном церковь сегодня сосредоточилась на второстепенных вопросах. Я помню, когда я был пастором много лет тому назад, то я больше всего нападал на курение. Я был ужасен. Проблема в том, что тогда мы не разрешали курящим быть членами церкви, но мы ничего не говорили о тех, кто ссорился со своими жёнами. Я почувствовал себя таким лицемером, когда должен был сказать одному человеку, что он не может быть членом, потому что курит. И я знал, что в собрании были люди, которые очень неправильно относятся к своим жёнам и мужьям. Видите ли, такие явления, как курение, прикладывание к рюмке, пьянство, это просто веточки на дереве. Но знаете, где корень? Бунт. Иоанн Креститель, представляя Евангелие, говорит от Матфея, уже и секира при корне дерева лежит. Вот на что мы должны целиться. Сейчас я хочу кратко изложить стремление сатаны и его цели. У него очень определённые цели. Это две главные цели. Господствовать над человечеством. Помните одну из фраз к официанам 6.12? Мироправители нынешней тьмы. И второй его целью является принятие поклонения. Нам нужно понять это. Видите ли, он захотел стать подобным Богу, но был дисквалифицирован. Но он так и не отказался от этого притязания. И утвердиться в этом притязании он может только одним способом. Каким? Принятием поклонения. Потому что поклоняться можно только Богу. Поэтому, когда сатане поклоняются, он говорит, «Ну вот, я все еще Бог». И когда мы действительно анализируем то, что делает сатана, то мы видим, что его конечной целью является принятие поклонения от всего человечества. И по моим оценкам, с пророческой перспективы он почти достиг своей цели. Сатана и его ангелы в поднебесье были, как мне кажется, богами язычества. Все боги, которых признают и которым поклоняются языческие общества и народы, просто по-разному представляют сатану и его ангелов. Зевс, Гермес, Посейдон, все эти греческие божества, о которых я так много знал и которые мне совершенно безразличны сейчас, это просто разные ярлыки на сатанинских ангелах. И если вы посмотрите на все разные культуры человечества, то вы увидите разные имена, но одни и те же существа. И когда им поклоняются, то кому поклоняются? Да, сатане и его ангелам. И связан падший человек с сатанинским царством одним очень конкретным образом. Это называется слово «волшебство», которое в разных формах преобладает во всех языческих обществах. В любой группе человечества имевшие языческое прошлое, вы обязательно встретите того, кого называют колдун. На разных языках их называют по-разному, но это одна и та же личность, знахарь или шаман. Это в некотором смысле сатанинский священник. Именно через него люди контактируют с сатанинским царством. Почему они это делают? На это есть две главные причины. Прежде всего, они ужасно боятся из тех катастроф, которые сатана может обрушить на них. И большинство ритуалов и обычаев призваны умилосердить этих очень жестоких и буйных существ. Во-вторых, они хотят власти. И колдовство означает приобретение власти для них. Я говорю миссионерам, когда вы едете в Африку или Индию, не говорите жителям, что сатаны нет. Они знают, что он есть. Бесы реальны. Их хорошо знают, поэтому вы должны сказать, что бесы реальны. Но и Иисус реален. И что он нанес поражение бесту. И он дает нам силу наносить им поражение. И в конце концов, волшебство в качестве религиозной практики является выражением мятежа человека против Бога. Волшебство — это естественная религия падшего человека. И она пронизывает все человечество. Это весьма распространено и привычно. И последнее, что я хочу сказать, и это очень важно в наши дни. Волшебство упрямо возвращается. Кажется, что если пришло христианство, то мы отвергли сатанинские существа, но они не полностью уничтожены. И теперь они говорят, теперь наша очередь. Мы возвращаемся. субтитры создавал DimaTorzok, Казахстан. 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...